Привет, с вами Артём Камалятов, и сейчас мы поговорим о главных и хороших новостях из мира видеоигр. Если вы гей, лесбиянка, бисексуал или просто девочка, запертая в теле мальчика, то идите работать в Electronic Arts. Компания была признана одним из лучших мест работы для мирового ЛГБТ-сообщества. Компания за права человека, одна из крупнейших американских ЛГБТ-организаций, выдала Electronic Arts идеальный, то есть 100 по 100 бальной шкале, индекс равенства. Это значит, что корпорация очень терпимо относится к секс-меньшинствам всех видов и делает всё возможное, чтобы им было комфортно работать в гетеросексуальном коллективе. 100% рейтинг той же организации Electronic Arts получала в 2008 и 2012 годах. Такой чести я была удостоена за оказание поддержки разработчикам игр, в которых можно, например, крутить шашни с представителями своего пола, взять хотя бы линейку РПГ от BioWare. Также я в своё время спонсировала некоторые ЛГБТ-организации, включая, кстати, саму компанию за права человека, которая и выдала я эту награду. Electronic Arts. Лучшая компания для геев. Звучит действительно лучший их прошлого титула. Худшей компанией США. В любом случае, поздравляем. История Майкла, Тревора и Франклина из Grand Theft Auto V получит полноценное продолжение. Разработчики из студии Rockstar пообещали выпустить полноценное сюжетное DLC для одной из лучших игр этого года, но только в следующем году. В свежем посте на официальном сайте Rockstar обозначили свои планы на будущее. Если совсем кратко, то сообщение разработчиков укладывается в одну фразу. Мы вам ещё навалим добра. В частности, в ближайшие недели будет готов новый контент для Grand Theft Auto Online. Ну и одиночную часть Rockstar бросать не намерены. Сюжетное DLC, в котором мы вновь встретим Майкла, Тревора и Франклина, выйдет в следующем году. Причём, возможно, не одно. Также разработчики планируют ввести в мультиплеер игры групповые ограбления. Играть в 11 друзей Оушена в GTA Online можно будет со своими настоящими друзьями. Между прочим, уже сегодня вечером в GTA Online будет доступна бета-версия редактора заданий, а до конца года разработчики обещают выпустить ещё пару плюшечек. И, конечно, рубрика Блиц новостей, в которую мы вливаем в ваши мозги информацию с удвоенной скоростью. Студия Visceral Games, которая доселе занимала серией Dead Space, нанимает людей для работы над новым IP. По описанию вакансий о проекте сказать ничего нельзя, разве что там будут взрывы, дым, огонь и расчленёнка, что говорить нам, правда, совсем немного. Но мы ждём подробностей. В Dota 2 рождественский ивент Frosty, усилия, прости господи, холодрыжества, в этом году наступят по расписанию. Разработчики из студии Valve дали понять, что не забыли о празднике и не намерены его заминать. Как-то было, например, с Хэллоуином. Веселье начнётся 21 декабря. Ожидается новый игровой режим и куча подарков. Первое мультиплеерное DLC для Assassin's Creed 4 выйдет уже на этой неделе. Дополнение под названием Blackbeard's Wrath добавит в многопользовательский режим трёх новых героев. Девушку-орхидея, ацтека-ягуара и, собственно, пирата-чёрную бороду. Если хотите узнать про хорошие игры по низким ценам, спросите у нас. Сегодня, например, в Steam с 75% скидкой отдают The Darkness 2, то есть всего за 124 рубля. Там же по дешёвке можно урвать Hotline Miami. Поддержите независимых разработчиков, в конце концов. Вам 62 рубля жалко, что ли, а? Наконец, предложение для коллекционеров. Опять же, в Steam сейчас отдают собрание игр великой RPG серии Gothic вместе с Arkania. Четыре игры вместе со всеми дополнениями обойдутся вам всего в 199 рублей. На этом с новостями всё. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, комментируйте и вообще всячески выражайте нам своё мнение о том, что мы здесь делаем. Пока! Продолжение следует...